Магликова Светлана 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 8-9 месяцев, то есть вырастить ее не только купить дорого, но и вырастить дорого. А еще позже узнаем, что яйценоскость этих кур всего в районе 90, максимум 110 в первый год яйцекладки. Большие размеры опять же нас разочаровывают, то есть эти куры, несмотря на то, что они большие сами по себе, в основном это костяк и перо, мяса на них тоже оказывается не так много. Здесь в переправной я видела разных кур, в основном это помеси, то есть я насчитала до 12 намешанных пород, перемешанных. То есть встречаются такие чудеса, как куры с хохлом на голове, с голой шеей и в штанах. То есть это просто невероятное чудо, конечно, но что хозяева от этих кур имеют, помимо экзотического вида, большой вопрос. Поэтому очень хотелось бы, вот, ну, мое личное желание было такое, я думаю, что многие птицеводы со мной согласятся, чтобы курица не только красиво выглядела, да, она хорошо неслась и имела вкусное мясо. Давайте дальше, слайды следующие. Вот такие бывают. Ну, вот павловские, это, в общем-то, в чем-то, наверное, легендарная порода для России. Значит, вроде как даже с 17 века она была в России, пользовалась большой популярностью за свой экзотичный вид, потому что у нее есть, ну, все, что, да, нам бы хотелось в экстерьере курицы видеть. У нее есть хохол, бакенбарды, борода, штаны, конечно же, да, любимая тема всех птицеводов. Вот, ну, и пестренькие они, ну, бывают разных окрасов. Вот, бывают золотистые, белые. Давайте дальше, там, вот, серебристые. Значит, ну, согласно легендам, опять же, это эти куры хорошие, значит, не сушки. Вот, но лично скажу, я тоже прошла. Были у меня и брамы, были кохи. Сейчас, подождите, немножко дальше, пока надо слайдить. Были и павловские, но мне не понравилось. То есть, вот, в частности, у павловских не понравилось, что яйцо, на мой взгляд, мелкое и форма такая вытянутая. То есть, мне не понравилось яйцо. Что мяса на них тоже нет. Как потом щипать эту курицу достаточно неприятно. Как бы, поэтому, ну, я от них отошла. Значит, еще очень интересная порода, которая тоже птицеводов не может оставить равнодушными, это китайские шелковые, значит, шелковистые, по-разному называют. Выглядят они очень интересно. Давайте следующий. Вот, здесь остановимся пока. Значит, особенность оперения такова, что на пере отсутствуют, ну, так называемые крючочки, у которых друг за дружку цепляются, получается, у курицы перо. То есть, у шелковых этих крючочков нет, поэтому они реально пушистые, это пух. Вот. Ну, в некоторых источниках пишут, что их даже стригут, этот пух состригают, чего-то там с него потом делают. Вот, давайте следующий слайд. То есть, вот такая она красивая. Сейчас будет следующий слайд. Ну, кто таких кур держал, тот знает, что у нее под оперением. Но большинство не знает. Вот, такие вот они раздеты. То есть, это помимо того, что вот у них такой необычный пух, они чернохожие, и мясо у них вот такого вот необычного цвета. Кому-то покажется это жутко, неприятно, противно, но вообще-то это мясо считается целебным. Вот. И, значит, пользуются в некоторых странах большим спросом. То есть, специально в ресторанах за большие деньги варят суп, причем варят целиком, там голова и лапы, то есть, все это варится целиком. И вот такое блюдо считается целебное. Даже, вот я читала, что делают вытяжки из этого мяса, вот, используется как лекарство, то есть, в китайской медицине. Значит, ну, помимо экзотики по различным, значит, там, по оперению, по, вот, по цвету мяса, значит, также бывает различный цвет скорлупы и яиц. Ну, белые, коричневые, бежевые вы все видели. Давайте дальше. Ну, бывают, вот, зеленые яйца. То есть, куры, название у них араукана, амириукана, есть такие. Вот. Они, значит, несут яйца в скорлупе, оттенки бывают от голубого до зеленого. Бывают куры, вот, которые несут вот такие, вот, каштановые яйца, мараны, так называемая птичка называется. Вот, ну, значит, я, давайте здесь пока остановимся. Как говорится, от всего этого многообразия легко потерять голову. В нашем хозяйстве перебывало большое количество птицы. Но в один прекрасный момент я набрела на два сайта. Я узнала, что в нашей стране есть два института, которые занимаются птицеводством. И там сохраняется большое количество, значит, пород. Эти, в этих институтах, ну, так называется, генофонд, да, наш птицеводческий. Один институт в Санкт-Петербурге, второй институт в Москве. Зайдя на сайты этих институтов, я старательно изучила, значит, погрузилась в изучение пород, какие там присутствуют. И долгое время выбирала, что же я хочу держать в своем хозяйстве, да, чтобы, как я изначально хотела, это была универсальная курица, у которой есть все, и яйца, и мясо, и красота. Перепробовали мы сколько, я, ну, мы, Джинни, даже уже затрудняемся сказать, сколько пород перебывало в нашем хозяйстве. Вот в предыдущих слайдах, когда мой супруг рассказывал, значит, там показывали, мы держали австралурпов, и род Тайландов, и ньюгемширов. Вот, ну, естественно, Брама, Кохи, Шелки, Павловский, Орловский, кого у нас только не было. Вот, значит, ну, пройдя весь этот путь, набив большое количество шишек, на сегодняшний день у нас в хозяйстве 6 пород. Это очень много для хозяйства, в идеале, конечно, все-таки остановиться на одной породе. Но я этого пока сделать не могу, потому что, ну, видимо, еще моя порода, может быть, не нашлась или что. И тем не менее, та коллекция, которая у нас есть в хозяйстве, на мой взгляд, может удовлетворить любые запросы, вот, любые пожелания, то есть, птицеводов, что мы хотим видеть от курицы. Вот первая порода, про которую я сейчас расскажу, которая есть в нашем хозяйстве, это Карлик Леворн или В-33. Ну, так ее ученые обозвали. Значит, эта порода выведена в московском генофонде. Ученые сумели, обратили внимание на то, что у некоторых кур, значит, короткие лапы. То есть, они короче, чем лапы у обычной курицы. И этот, так называемый, ген карликовости им удалось поймать и закрепить. Эти курочки небольшого размера, ну, я бы сказала, немногим больше голубей. На самом деле, несут большие, даже для них огромные яйца, то есть, нормального, стандартного размера, причем даже не средней величины, а крупное яйцо у них. Яйценоскость в первый год яйцекладки у обычной несушки составляет 240-270 штук. Если учесть, что вместо одной обычной курицы, значит, стандартных размеров, по затратам на корма и по затратам на место вы можете держать две такие несушки, соответственно, считайте, как говорится, какая польза. На мой взгляд, на сегодняшний день это самая выгодная порода для содержания в личных подсобных хозяйствах на яйцо. Давайте дальше посмотрим, там немножко. Вот яйца, как вы видите, ну, заметно, да, что они не маленькие. В нашем хозяйстве вы сможете увидеть их вживую, и птичку, и яйца. Вот такие птички. Так, здесь остановимся. Значит, следующая порода. Ну, после того, как куры нас отблагодарили яйцами, встает вопрос, как бы от них получить мясо, потому что курятину все-таки многие уважают и любят. Куриные бульоны считаются тоже в своем роде целебными, да, ослабленных, больных. Мы всегда бульончиками подкармливаем. Вот, ну, если на яйцо распространена, как бы, в основном фабричные несушки, то на мясо, как правило, берут бройлеров. Бройлеры, может быть, они всем хороши, но у них один есть, на мой взгляд, один существенный минус. Они сами себя не могут воспроизводить. То есть цыплята, полученные от бройлеров, они не обладают теми качествами, которыми обладают их родители. Потому что бройлер, это так же, как фабричная несушка, это гибрид. Вот, ну, те же ученые, значит, в Московском институте, также поймав и закрепив ген карликовости, значит, создали вот такую породу, называется мини-мясные. Значит, работа, там, в 69-м году появилась она, эта порода. Изначально была задумана, как, значит, материнская стада, опять же, для бройлеров. То есть были созданы две линии, отцовская красного цвета и материнская белого цвета. Затем их скрестив, получили палевых, то есть это изначально были тоже гибриды. Потом их долгое время разводили в себе, закрепив признаки, значит, полезные. И, в общем-то, вот на сегодняшний день тоже ученые говорят нам, что это такая вот порода. В нашем хозяйстве они уже третий год. Вот, очень мы довольны ими, значит, чем? Ну, опять же, они занимают меньше места за счет своей коротколапости. Они меньше кушают, чем бройлеры. К 70 дням килограммовую тушку они дают. Кроме того, неожиданно для мясной породы они порадовали нас достаточно высокой яйценоскостью. То есть я не буду, как бы, врать, говорить, не считала точно, но я так думаю, что в районе 160-180 в первый год яйцекладки они дают не менее. То есть для мясной породы это очень хорошие показатели. Давайте дальше. Дальше. Вот они так выглядят. На мой взгляд, и внешний вид у них, ну, достаточно приятный. Так, остановимся. Значит, Юровская голосистая. Эта порода есть в нашем хозяйстве. Значит, это еще одна легендарная российская порода, старинная. В стародавние времена, говорят, на ярмарке за петуха этой породы можно было выменять лошадь или корову. Ну, насколько это правда, не могу судить, не знаю, но, как бы, в интернете, в различных источниках такая информация имеется. Это самая крупная отечественная порода. Опять же, по разным источникам пишут, что петухи могут весить 5, 6 и даже до 7 килограмм. Могут вырасти. И рост, значит, до 80 сантиметров. Помимо, значит, своего большого размера и веса, эти курочки несут очень крупное яйцо. Тоже считается, что это самое крупное яйцо. То есть, вот у меня сейчас молотки. Я, честно скажу, я удивилась, когда увидела первые яйца. То есть, яйцо реально крупное. Вот, ну, значит, наверное, стоит еще сказать, почему голосистая. Эти петухи, издревле считалось, что их голос, то есть, они обладали необычным пением. То есть, пели басом и достаточно продолжительное время там пишут, что чуть ли не 20 секунд, бывало, мог петь петух, одна песня. Значит, и говорят, что вот именно эта длительность песни связана, значит, то есть, чем длиннее песня, тем больше развиты грудные мышцы у этого петуха, значит, и, соответственно, тем больше мяса можно было получить, да, от этой птицы. То есть, считалось, вот именно, как бы за это она тенилась. Давайте дальше. Ну, вот так они у нас выглядят. Молодняк есть, этой птички, если кому интересно. Лицо. Ну, вот, девочки-педняжки ободранные, пошли в линьку. Так, остановимся тут. Значит, это птицы из питерского генофонда, значит, под названием пушкинские. На мой взгляд, на сегодня это самая, наверное, универсальная порода, чем она хороша. Ну, во-первых, как вы видите, курочки и петухи отличаются цветом оперения, то есть, достаточно в раннем возрасте можно разделить, да, и не расти к лишних петухов. Вот, курица обладает достаточно высокой яйценоскостью, пишут даже до 280-290 штук в первый год яйцекладки. То есть, это практически как кросс фабричный, то есть, по яйценоскости. То есть, это много для породной курицы. Вот, больше, ну, я не встречала информацию ни о какой другой породе, чтобы такое количество курица давало яиц. Потом, значит, что еще у них особенного? Ученые специально работали над формой тушки. Значит, вот мы буквально на днях, несколько дней назад забивали лишних петушков, их было 7 штук. И меня что удивило, они все абсолютно одинаковые оказались, то есть, просто абсолютно одинаковые, то есть, никаких изъянов, ничего, будто их клонировали. Вот, но эта птица больше, конечно, для супа, для бульона, для жарки, для тушения, лучше мини-мясных. Давайте дальше. Вот такие курочки, молотки, они у меня только начали первые яички кидать, то есть, еще не закладывали. Ну, значит, помимо продуктивной птицы, в нашем хозяйстве есть две породы для души. То есть, это то, что радует глаз, то, что можно выпустить в палисадник, да, и любоваться наравне с цветущими цветами. Вот русский королек, лисицевая пентамка, это самая маленькая отечественная порода. Вот такие вот курочки, давайте дальше. Тоже начали нестись первые яички, вчера у них заметила. Давайте, вот так вот. И, значит, карликовые кохинхины. Тоже, на мой взгляд, очень интересная порода. Такие вот они у нас есть тоже, несмотря на небольшое количество, уже имеют многочисленное потомство. Так, давайте дальше. Ну, помимо кур, в нашем хозяйстве есть перепела двух пород, значит, мясо яичное, это фараоны. Вот, давайте дальше. И американские белые на мясо. То есть, тушки могут даже 500, ну, 500 грамм у меня не получалось тушка, некоторые заводчики говорят, что так бывает. Но 300 грамм с тушки они способны давать, вот эти перепела. Вот такие у нас поилочки. Ну, это так, сейчас просто несколько файлов для ознакомления, как бы, благодаря интернету, опять же, как можно упростить свой труд. Это вот наши фермы для кроликов. Вот так выглядит наша ферма. Мы сейчас, заканчивая мероприятие и переходим в хозяйство, вы все это сможете увидеть вживую. Это вот, так называемые вермики, своего рода инкубаторы для червей. Это грядка. Ну, это все наши розы. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok